Девушки отдыхают Соник диктует правила нового мира Создание по воле человечества Мы ли это создали? Или он был таким всегда? Просто нужен был толчок для создания такого монстра Но главный герой уже здесь Вот он, стоит и ждёт И чтобы всё понять, нужно будет вернуться обратно по истории История в прошлый раз закончилась на том, как существо выросло в несколько раз А также было видно, как оно присостилось к человеческой плоти А ведь он был частью совершенно другого мира Также с тех видео виднелся его некий переход в другое измерение Захватив с собой Тейлза с другими его бывшими соратниками К тому же на последнем видео виднелась статуя с рунами Возможно, это повлияло на этот мир А теперь можно вернуться к недавно выпущенному видео Нынешняя запись, начиная с момента, как Наклз преодолевает локацию на своём пути Натыкаясь на обломки от устройства Эггмана Далее показывают кадр с лицом Наклза В диагоговом окне виден вопрос Который был о том, кто это мог сотворить Кто бы сделал что-то подобное? Долго тут он не решался оставаться И пошёл искать ответы на случившееся Вскоре он встречает Тейлза Только вот на вопросы он не отвечает А лишь просто смотрел вдаль И будто сквозь него Знаешь, что здесь происходит? Однако уже было поздно Для самого Наклза Взгляд Соника уже упал на его Когда-то бывшего соратника Показывают фрагмент, в котором он оказался в пространстве И сзади него появился он По глазам можно сказать, что он начал меняться А также в них виднеется искра безумия и жажды Но обернувшись, он мгновенно удлиняет конечности Потом его лицо появляется перед экраном И он говорит лишь эти слова После диалог заканчивается и настойт момент с бегством К которому Наклза выходит сбежать от него Или же нет Наклза хватают и сажают в некую тюрьму Которую лишь тёмная пустота И огромный Соник Который уже был преображён И готовый к трансформации Наклза Что ты? Я такой, каким мне нужно быть Ты не можешь быть Соником Соник никогда об этого не сделал А что ты сделал с Тейлзом? Какой твой мотив? Так много вопросов Позволь мне показать тебе всё Во время разговора понятно становится одна вещь Что в один момент он прозрел от чего-то И как раз таки тут видна связь между той статуей И иероглифами И его преображением Что даже подтвердится следующим моментом В этих фрагментах видно нечто похожее на бактерии Косе виднится лицо Соника Из других видео За которым шло изображение существа Похожим на сатану Это дает понять, видимо, своё время Прошла сделка между Соником и Сатаной Если, конечно, он им является Но если это не так То кто за ним скрывается? И почему он имеет вес в этих воспоминаниях Или промывке мозгов в материале? В этих обрывках памяти Также виднеется фигурка Которая была с человеческим телом И головой козла Только вот в его теле виднеется прямоугольное отверстие Которое будто нужно восполнить И знаете Я нашёл ответ Кто это? Данная фигура упоминалась в Библии Божество Муавитян Хананейян И Амитян Которым приносили в жертву На данный момент нет точного обозначения Но, по-видимому, мог обозначать эпитет верховного божества Так же, как и Баао Более поздней еврейской интерпретации Привидение через огонь Означает так же языческую инициацию детей А грех Молоха Обращение детей к безычестве Или же рождение от язычницы Как понимаете, оно было одной из наиболее устрашающих и жестоких божеств Которое могло бы упоминаться в Библии С этой информацией становится понятно Соник-то связан с этой сущностью Но при этом, как он смог это сделать И что он попросил у него И что взамен решил Соник отдать ему Но нужно возвращаться к записи В воспоминаниях всплывает кадр с появлением этой сущности А так же настает тьма Которая вскоре развеивает свет Которым оказывается Накклз И он не понимал, что это за место Перед его ликом появляются кристаллы Слова в этот момент обычного цвета То есть мысли были не от лица Соника Хотя может это лишь его новый способ привлечь внимание На свою сторону новую личность Накклз, увидев это, задает риторический вопрос Что это? И некто говорит искать их И как этот голос выражается Это их единственная надежда Для проведения ритуала Нужны изумруды хаоса И к тому же этому не нужно позволить завершить ритуал Отсюда появляется вопрос А что будет, если это произойдет? Долго ждать ответа не пришлось В глазах отражается та реальность Которую может постигнуть мир Если Сонику удастся выполнить свои планы Трозапись Идет с того момента, как некто нашел табличку Надпись переводится так Пальмовая паника По тени виднеется очертание Накклза Как сразу же показывал знак с надписью «Прошлое» Над ней склоняется Накклз И на этом все После этого идет рапорт под номером 1262-3 В этом документе рассказывают о Сонике Ставшем слишком большим и могущественным Чтобы его можно было скрыть от публики К тому же идет упоминание репликанта Выглядывающего как Тейлз Который также получил невероятное распространение по всему миру Потому с данного момента Проблема уже не касалась только США В них говорится еще о том, что Соник развивается быстрыми темпами А также, что если что-то не предпринять То в ближайшее время Вся планета окажется в опасности К тому же существо в виде Соника продемонстрировало невероятную скорость Даже при своих огромных размерах Данные слова заканчиваются И дальше после них показывают кадры с вертолетом На самих кадрах виднеется исполинских размеров Тело Соника Но к удивлению оно не двигалось Видимо потому, что узнало, что его снимает вертолет Направив взор на съемочную группу Запись прерывается Так как оно начало двигаться С данным вертолетом ситуация останется неизвестной Но видимо группа осталась в живых Ведь после этих появляются новые данные Которые говорится о Сонике Проделивавшего расстояние В несколько сотен миль между округом Хилтоп И станционной площадью За считанные секунды К тому же из-за своего размера Скорость, в которой он двигался Создавала ударную волну Опустошавшую все на своем пути Еще люди говорят интересную деталь Касательно того, что он будто не реагировал И в то же время его не интересовали гражданские жители При вокзальной площади В данных пишется Его странные действия, нацеленные будто бы на поиски Ведь он ходил вокруг, будто что-то ища Но все это было до того Пока он не издал предсмертный крик Нам показывают момент с Соником Который был в городе и крещал Ну а с другого ракурса виднеются тени мелких сущностей Это дает понять, для чего он это делал Ведь это был вопль на призыв своих товарищей Данные слова подтверждаются тем, что это была первая стадия атаки на город Ибо Тейлз захватывает камеру у оператора Который явно не будет цел после этого Гигантская пасть Прогватывает, видимо, один из умрудов хаоса Тут непонятно, для чего все это Сонику Вспоминая божество и, возможно, сделку между ними Возможно, это связано с мощью как Соника, так и божества Видимо, в один момент Соник захотел стать более могущественным существом И выйти из своего измерения Чтобы выйти на новую плоскость реальности Ведь с этим же и увеличиваются его возможные видимые спектры мира и плоскости Что можешь вывести его на более высшую форму существования Вернувшись к моменту поглощения изумруда Он начинает смеяться Добольную с жутким и знакомым смехом Дальше идут новые данные Касательно организации и его планах Текст был о том, как он получил изумруд Вследствие чего, он исчез в мгновение ока Бывший соратник из организации Ган и Хидна Наклз Предложил им интересный образ действий Из-за того, что в один момент Супер изумруды достигли огромного пика силы Также тут видим Наклза, что теперь работает совместно с данной организацией И сам он предполагает, что хотя Ганн фокусирует на том, чтобы не дать Сонику получить больше изумрудов Он вернется во время супер изумрудов Поэтому в его планы входит возвращение их Чтобы после их использования на Сонике Он больше не смог ими пользоваться Но также в отрывке узнаем о докторе и его работника Который к этому моменту был уже не живой В отсутствие других способов остановить такую угрозу Тут выбирается, как им кажется, лучший вариант Который у них есть Об этом способе мы узнаем позже Сейчас число пропавшей без вести давно перевалило за тысячу Как тут говорится, это не учитывая многочисленное количество жертв Вызванных его простым перемещением из одного места в другое Ранее нам говорили, что данная угроза уже была зарегистрирована на других континентах Земли Так вот, сообщения о похищениях Тайлза уже поступали в другие страны В том числе в Америке И в его многочисленных частях объявлено военное положение Ну и конечная фраза гласит Да поможет нам всем Бог После всех слов, снова мы видим Наклза Который находился на платформе, рядом с которой была табличка Которую уже в свою очередь можно было увидеть еще в начале второго видео Однако вернувшись в настоящее время Наклз видимо ждет процедуры по возвращению в прошлое Чтобы предотвратить все дальнейшие действия Соника И спасти мир На этом рапорт от организации заканчивается Как и этот видеоматериал Сегодня удалось увидеть продолжение Соника Которые узнали цель Соника Она заключалась в поиске изумрудов Но только для чего нужно было ранее поглощать плоть людей? Возможно, это было частью ритуала Ведь божество Молох ответственен за жертвоприношение Возможно, так он получал большие силы от богословления бога ужаса и смерти И снова возвращаясь к божеству По мнению Джона Дэя В Ветхом Завете речь скорее идет об имени божества А не названии обряда Однако, это с ним в данном контексте все связано Что подтверждается вне библейскими источниками Ханаанским МЛК Упоминается в двух заклинаниях из Угарита Но что еще можно упомянуть? Так это что он Также упоминается как Малик в списках богов из Эблы, Мари и Угарита А в аккадских текстах Малку Отождествляется с Нергалом Месопастамским богом подземного мира И как все это может помочь в узнавании истинных мотивов Фактически двух сущностей Которые играют большую роль в этом мире Возможно, в будущем все данные вопросы раскроются более лучше И тогда мы узнаем все, что нужно На этом текст заканчивается Подписка и лайк Конец аудиофайла Корректор А.Кулакова